Здравствуйте, меня зовут Ахмедова Жанара, я журналист из Казахстана. Я вынуждена была бежать из Казахстана по причине политических преследований. И я бы хотела сегодня обратиться к обществу украинскому, к украинскому народу и обратиться к президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко. Дело в том, что кто-то даже, наверное, знаком с моим делом. На протяжении двух лет я являюсь соискателем статуса беженца в Украине. И в связи с этим я прошла довольно много процедур, начиная от экстрадиционного ареста. Провела 32 дня в тюрьме Лукьяновской. После чего апелляционный суд вынес решение о том, что усматриваются признаки политического преследования. Меня отпустили, и мы возбудили дело против миграции киевской, которая регулярно отказывает беженцам в получении статуса. В данном случае что происходит? Мы прошли большое количество споров. И несмотря на то, что в судебном порядке дважды выиграли суды, как в экстрадиционном, так и в апелляционном административном суде Киева, доказали, что усматриваются все признаки политического преследования на территории Казахстана. Тем не менее, миграционная служба, даже при наличии второго решения суда, второй раз отказала мне в предоставлении статуса. Я хочу немножко пояснить украинскому обществу, что такое человек без статуса на украинской земле. Что такое два года женщине с ребенком, и не только такой, как я, а таких, как мы, как я, тысячи сегодня находятся в Украине. Насколько я знаю, речь идет уже о более 7 тысячах человек, которым отказано в статусе беженца. И что это такое? Это когда тебе дают бумажку, вот такую, и ты на протяжении многих лет вот с этой бумажкой пытаешься реализовывать какие-то гражданские права. А какие можно реализовать гражданские права? Никаких. Мы не можем работать, мы не можем открывать счета в банках, мы не можем никуда передвигаться. Мы являемся заложниками миграционной системы Украины. Для этого нужно понимать, почему все бегут сюда, почему основные заложники миграционной системы Украины – жители СНГ, потому что Украина встала на путь перемен, потому что Украина взяла путь в Европу, потому что весь мир, и мы в том числе поддерживали эти перемены, и мы в том числе были счастливы, что случился такой переворот, произошел Майдан, и что здесь начало что-то меняться. И вся Европа сегодня помогает Украине, и весь мир смотрит на Украину, как на государство с европейскими ценностями. И нам некуда бежать, поскольку все, каждый из нас, кого преследует власть, каждый из нас, кто живет в государствах с диктатурой, вынужден бежать быстро, скоро, без подготовки, в том, в чем есть. Если кто-то слышал мою историю, мы с сыном бежали через границу, через речку, как было, как только получили паспорта, так и побежали. То есть рисковали жизнями, и, естественно, на получение ВИЗ, на получение каких-то возможностей, чтобы уехать в другие страны, нет времени. Есть возможность бежать и спастись в Украине. Когда мы сюда приезжаем, мы не просим каких-то привилегий социального плана. Во всяком случае, я говорю о себе. Мы сами себя обеспечиваем, мы являемся налогоплательщиками, мы сами выживаем, мы сами находим возможность, несмотря на всевозможные запреты, которые выстраивает миграционная служба, выжить и вести достойный образ жизни. Более того, мы продолжаем здесь бороться за справедливость ради наших стран, ради того, чтобы в наших странах тоже случились эти перемены. И что мы встречаем в миграционной службе? Мы встречаем холодный советский подход, абсолютно равнодушный. И даже после решения двух судов, миграционная служба дает мне ответ, что признаков политического преследования не усмотрено, что нет признаков для того, чтобы спасать нас, что нет признаков для того, чтобы помогать нам. Тогда я вам расскажу, что будет со мной, если меня вернут в Казахстан. Для того, чтобы вернуть меня в Казахстан, казахстанские спецслужбы здесь, на территории Украины, предприняли уже несколько попыток похищения. Сюда регулярно приезжают провокаторы. В отношении нашей группы, которая здесь сопротивляется режиму Казахстана, канал 1612, наши журналисты регулярно проводят некие спецоперации, которые подрывают нашу устойчивость, стабильность, вынуждают нас постоянно менять локации, вынуждают нас постоянно менять образ жизни, рисковать и так далее. Тем не менее, Украина делает все, чтобы способствовать нашему возвращению. Как только меня вернут, меня там будут пытать. Меня заставят рассказывать о том, как была устроена наша деятельность. Меня заставят отказаться от моих убеждений. Заставят очернить человека, который сегодня является лидером нашей организации «Демократический выбор Казахстана» Мухтара Аблязова. Мы эти примеры наблюдаем регулярно. Этим примером ужасается весь мир. Весь мир знает, что в Казахстане пытают людей. Весь мир знает, что в Казахстане есть политические заключенные. И только в украинской миграционной службе нам каждый раз сообщают, что нет признаков для политического преследования, что Казахстан не является опасной страной и так далее. Более того, то же самое говорят о России. То же самое отвечают российским беженцам. То же самое вынуждены слышать люди, которые бегут из страны, ведущие открытую агрессию, военную агрессию против Украины. Люди, которые боролись за украинскую независимость на территории своей страны, они тоже их возвращают. Я внимательно слежу за историями беженцев здесь, в Украине. И я знаю, что в отчаянии люди вынуждены покидать Украину нелегальным путем, бежать в другие страны. Я считаю, что это позор. Я считаю, что это нельзя назвать европейским путем. Я считаю, что нельзя называть себя страной, которая подписала конвенцию о беженцах, говорить, декларировать на весь мир свою возможность встречать здесь беженцев, обещать это и не выполнять эти обещания. Хотя бы так, хотя бы политически защитите нас. Я даже не говорю о том, что здесь никому не предоставляется социальная помощь. 17 гривен в год получает беженец в Украине. Вы понимаете, какая-то издевка. 1700 гривен стоит штраф, если вот эту довидку я вовремя не продлила. И при этом 17 гривен в год получает беженец, чтобы выжить. Это издевательство. Мы даже этого не просим. Мы просим дать нам просто политическое укрытие от наших стран. Не преследовать нас, оставить нас здесь в покое, дать нам возможность здесь свои семьи развивать, не убегать с этой страны нелегальным путем. Я знаю десятки людей, которые сегодня находятся на грани суицида. Я могу всех этих людей к вам привезти. Я могу показать этих людей, показать их письма, показать их отчаяние, показать, до чего миграционная служба Украины довела здесь беженцев. И я хочу показать вам, что сегодня защищает меня на территории этой страны. Дело в том, что я вынуждена была второй раз обратиться в суд, в окружной административный суд Киева. В этот раз с другой формулировкой. Если в первый раз мы просили пересмотреть мое дело, то в этот раз мы просим дать мне статус. И вот этот вот штамп, вот этот штамп на моей апелляционной жалобе сегодня является гарантией моей безопасности. Вы можете себе представить, какая хлипкая гарантия для моего 9-летнего ребенка? Вы можете себе представить, что пережил мой 9-летний ребенок, когда я сидела здесь в украинской тюрьме? Когда чужие люди за ним ухаживали, и каждую минуту была угроза, что меня экстрадируют в Казахстан, и он останется здесь один. Вы можете себе представить, какие травмы психологические уже мы перенесли? И спасибо УВКБ и ООН, которые боролись за наше здоровье, за наши жизни, помогали нам преодолеть это все, присылали нам психологов и так далее. Но дальше что делать? Дальше надо жить вот с этим штампом и каждый раз трястись, что где-то в городе полицейский, который не знаком хорошо с украинскими законами, остановит меня и скажет гражданка, вы не можете дальше продолжать здесь оставаться. А такое вполне возможно. Я вам объясню, как меня встретили в миграционной службе, чтобы дать возможность нашему режиму, полную, стопроцентную возможность вернуть меня в Казахстан. Они выносят решение тайно задним числом и не предупреждают беженцев об этом. И далее они устраивают мошенническую схему, из-за которой тысячи людей вынуждены были уезжать из Украины, так и не получив возможности спастись, получить статус. Они выносят решение задним числом. И когда ты приходишь к ним продлевать вот эту довидку, тебе говорят, дайте свою довидку, мы ее даем. Потом тебе выносят решение об отказе и говорят, мы не можем вам продлить довидку, потому что вам уже отказано. И вот с этим отказом ты выходишь, и ты уже нелегал, потому что ты не успел подать апелляционную жалобу. И у тебя нет вот этого штампа в паспорте, в жалобе. И ты выходишь и становишься нелегалом. Ты даже можешь не выходить. Любой полицейский тебя прямо там, на лестничной площадке миграционной службы, возьмет за руку и вышвырнет из Украины. Вышвырнет прямо в спецслужбы наших стран, для того, чтобы нас там могли пытать издеваться, уничтожать. И я хочу задать вопрос Петру Алексеевичу Порошенко, это ли европейское общество, это ли европейский путь, это ли не пытки, это ли не издевательства, это ли права человека, свободы, это ли конвенция о беженцах, так ли это должно делаться? И сегодня в преддверии выборов я задаю этот вопрос совсем отчаянным, потому что решается судьба моя, моего ребенка, моей страны, друзей, которые со мной приезжают сюда, беженцев из России, из Молдовы, из Беларуси, со многих стран СНГ, которые поверили в украинскую европейскую линию, в украинскую демократию и приехали сюда спасаться. И этого не получилось. Я прошу поддержки украинского общества. Давайте решать этот вопрос все вместе. Спасибо.